по организации самого исследовательского процесса и его результативности. Но тем не менее сегодня посвятим два часа разговору о других сторонах деятельности университета. Рассмотрим деятельность университета как издателя и решение практических задач в этой области, издателя научных журналов, я имею в виду, и деятельность по продвижению ученых университета в редколлегии внешних авторитетных журналов. Оба этих направления непосредственно являются составляющими академической репутации. Университета, безусловно. И если первое направление, это развитие собственных научных журналов, позволяет создать площадку для обмена мнениями и выстраивать свою политику в этой области, то второе направление присутствия во внешних редколлегиях позволяет усилить свое влияние, собственно, на развитие научных дисциплин и исследований в определенных областях путем оценки поступающих в журналы материалов для публикации. У РУДН есть определенные достижения в том и в другом направлении. И часть наших журналов, а именно 14, уже получили формальное подтверждение своей такой авторитетности на международном уровне, так как они включены в международные базы данных ВОЗ и ИЛИСКОПОС. И тут, как говорится, наши аппетиты растут. Мы хотели бы распространять свое влияние и продвигать как можно больше журналов и делать их, повышать их признание на международном уровне. По второму направлению, да, мы имеем определенные тоже достижения. Наши с вами коллеги работают в редакциях ведущих журналов международных и зарубежных в том числе, но хотели бы расширить свое присутствие. И, собственно, вот у каждого ученого в РУДН такая триединная задача. Помимо первого пункта – повысить свою собственную публикационную активность и как можно больше публиковаться в авторитетных журналах по результатам собственных исследований, одновременно еще как раз содействовать развитию внутренних журналов, внутренних условное понятие. Имеется в виду не домашний журнал, а именно доведение до уровня международного. И по возможности работать в редколлегиях внешних журналов. И вот именно практической стороне этого дела, учитывая все-таки, ну, как говорится, мы все понимаем и знаем международные стандарты редакционно-издательской деятельности. Мы с ними не просто знакомы, мы их в своей деятельности применяем, придерживаемся их. Тем не менее, есть какие-то нюансы, есть какие-то особенности. И мы хотели бы сегодня от наших спикеров услышать как раз вот об этом, то есть их опыт, и чтобы они познакомили нас какими-то деталями, особенностями редакционной деятельности научных журналов именно в части формирования международного состава редколлегий. Поскольку именно международный состав обеспечивает как можно лучшие подходы в оценке поступающих в журналы материалов. Коротко очень представлю наших спикеров. Сегодня со мной ведет это мероприятие Андрей Михайлов, представитель издательства «Эльзивир». Он более подробно будет представлять других гостей. Я сейчас просто назову. Это Яков Викторович Кузяков, который работает в университете Геттингена и представляет сегодня, работает, сотрудничает в восьми научных журналах, и в том числе в трех журналах высокого уровня, которые издает издательство «Эльзивир». Лаура Мескита, которая представляет редакционную команду издательства «Эльзивир», управленческую команду. Александр Николаевич Пелясов присоединится к нам из МГУ. И также Татьяна Викторовна Ларина, которая представит нам достижение, собственно говоря, одного из наших журналов и покажет наши собственные внутренние возможности для развития. Ну, сейчас я передам слово Якову Викторовичу. Ну, пожалуйста, будьте добры. Немножечко, может быть, сказать о регламенте, да, мы рассчитываем, что где-то 15 минут выступления, но вопросы предлагается все-таки перенести в часть дискуссии в последние полчаса нашей встречи, но если они вдруг появятся и будут требовать незамедлительного какого-то разрешения, то выступающий вам, соответственно, вот ответит, наверное. Пожалуйста, Яков Викторович, будьте добры. Добрый день. Скажите, пожалуйста, меня видно, меня слышно? Да, да, да. Тогда позвольте мне разделить экран. По-моему, это только вы можете мне позволить. Вот, похоже, позволено. Вы, наверное, видите сейчас мой экран. Да, да. Да. Хорошо, спасибо за приглашение и возможность, так сказать, поделиться и опытом, и, может быть, какими-то советами. И я назвал так свой доклад «Как быть и с кем жить». И, в общем, уже из названия, наверное, видно, что я несколько критически отношусь к некоторым инициативам, и я постараюсь их объяснить. Во-первых, хочу начать с того, что вообще в мире существует огромное количество литературы, огромное количество журналов. И если вот так поглядеть на эту картину библиотеки, то вопрос, есть ли там место для дополнительных журналов. Здесь находятся журналы по сельскому хозяйству. Где-то здесь находятся, может быть, журналы по почвоведению. Тут нужно, наверное, сказать, что моя специальность – это почвоведение, и поэтому, конечно, то, что я буду представлять, и те журналы, в которых я участвую как или редактор, или как член редколлегии, или как рецензент, они, конечно, в основном связаны с почвоведением. Но думаю, что многие выводы из этого можно переносить не только с почвоведением на сельское хозяйство, но и на многие другие журналы и подходы. Так вот, тут, так сказать, вопрос, нужно ли нам больше? И если нужно, то зачем и где для них место? В этой таблице, мне ее не обязательно подробно читать, я собрал примерно одну четверть лучших журналов по почвоведению, и они расположены в порядке убывания импакт-фактора. Думаю, что всем присутствующим не нужно объяснять, что это такое, как считается, в общем, это, так сказать, влиятельность журнала, выраженная в каких-то единицах. То есть, как этот журнал цитируют, а точнее статьи из этого журнала. Причем, вот, почвоведение, вроде бы достаточно узкая наука, во всяком случае, как кажется, наверное, это со стороны. Это одна лишь небольшая часть сельского хозяйства, одна лишь небольшая часть из environmental sciences, но, несмотря на это, вот я говорю, это только одна треть или четверть журналов, то есть журналов только по почвоведению, или связанными с почвой, их больше сотни. Почему меня пригласили, наверное, к вам? Потому что я работал или работаю в нескольких редколлегиях, в каких-то я являюсь эдитором, в каких-то просто членом редколлегии, регулярно рецендирую журналы. Кроме журналов по почвоведению, я был или есть в editorial board еще вот этих 4-5 журналов. И, в общем-то, у нас у самих более, ну, конечно, с авторами и так далее, более 600 статей в Web of Science. И, в принципе, каждый год я оцениваю 20-30, иногда до 40 статей в одни из этих журналов. Ну и, как бы, хорошая, интересная новость, буквально неделю назад признана в очередной раз в 2021 году, как Highly Sighted Researcher. Что это такое, можно пояснить позже. Вот, то есть у меня есть некоторый опыт, как работать с журналами и со статьями. Здесь я представил несколько журналов, наиболее лучших журналов по почвоведению. Может быть, некоторые из них вам знакомы. У них импакт-фактор от примерно трех до более чем десяти. И опять-таки вопрос, нужно ли нам еще? И, в принципе, вопрос, имеет ли шанс вообще утвердиться новый журнал в международном сообществе, особенно учитывая, так сказать, ситуацию в России. Давайте посмотрим ситуацию в России. Может быть, только в паре каких-то слайдов. Хотя я не сомневаюсь, что многие из вас с ней и так, наверное, неплохо знакомы. Здесь представлено за примерно последнее десятилетие количество вышедших статей в двадцати странах, количество цитат и среднее цитирование статьи среднее цитирование статьи для каждой из стран. По количеству статей вы тут прекрасно видно, что до сих пор пока еще штаты находятся на первом месте, Китай на втором. Дальше пока можем не смотреть. Но этой данной с 2007 по 2017 год, я думаю, что если это будет делаться за последние 2-3 года, то, по всей видимости, Китай выйдет на первое место. Что из этой таблицы, на мой взгляд, наиболее важное? Это количество цитирований на статью. То есть, фактически, качество статьи. И если мы посмотрим вот последнюю колонку, то, к сожалению, из этих 20 стран получается, что статьи из России, не будем смотреть на их количество, это другой вопрос. Но статьи из России цитируются, извиняюсь, хуже всего. То есть, они цитируются хуже, чем статьи из Ирана, из Турции, из Польши, из Тайваня, о котором, в общем-то, пардон, многие с научной точки зрения, может быть, даже и не слышны. Количество цитирований на статью, вы видите, тут для двух, вот так сказать, для Китая и для мира представлены. И, например, для Китая оно очень сильно растет. Год назад, или пару лет тому назад, я попробовал сделать так аналогичную оценку до 2018 года, только для статей по почвоведению, то есть, по моей специальности. И в 2018 году выходило порядка 72 тысяч статей, где есть слово «почва» в заглавии или в абстракте. Ну, здесь оно и показано по разным направлениям. Растения, водные ресурсы, сельское хозяйство, «энвиромент» и так далее. В России из этих 72 тысяч высла 1362 на тот момент. Это примерно чуть больше 2%, но их цитирование в два раза меньше. То есть, есть какие-то причины, почему статьи, выходящие из России, цитируются меньше. Вопрос «почему». Тут буквально совсем недавно я нашел еще одну такую картинку, скажем так, которая показывает распространение статей по влиятельности и по специализации. Влиятельность стоит по оси Y, специализация по оси X. К сожалению, не для сельского хозяйства, не для почвоведения, а для двух наук по здоровью, науке о здоровье и науке о компьютерах и информатике. Вот тут находится Россия. То есть, что можно сказать? Во-первых, специализация очень низкая. Во-вторых, и это, наверное, отчасти ведет к низкому влиянию. То же самое для компьютерных наук. Специализация ниже среднего. Средние представлены здесь, горизонтальные и вертикальные линии. И влияние существенно ниже среднего. То есть, получается, скажем так, выражаясь, что в общем-то, статьи-то выходят, но они не особенно нужны. И может быть еще одна картинка. Вот здесь представлен H-индекс разных стран. Обычно H-индекс предоставляют для людей, но их также можно представить и для стран, и для университета, и для группы, и так далее. И здесь только по сельскохозяйственным и биологическим наукам всем вместе. Ну, мы можем не обращать внимание на самые верхние, но вот здесь находится на 31-м месте Россия. У нее импакт, этот самый H-индекс, я извиняюсь, не помню, на какой год это сделано, по этой ссылке вы можете это посмотреть. У нее H-индекс чуть больше 90. То есть, я извиняюсь, но у меня H-индекс порядка 80. То есть, у всей страны по большому направлению H-индекс чуть больше, чем у одного человека. Это в общем... А есть много людей, я извиняюсь, у которых H-индекс существенно, конечно, выше, чем у меня. То есть, это тоже как минимум странновато выглядит. Причем, посмотрите, какие страны нас опережают. Мексика, Польша, Сингапур. Сингапур вообще страна, где живет полтора человека на одном, так сказать, острове, но все равно у них H-индекс... То есть, значимость их статей существенно выше. Или какая-нибудь там, не знаю, Новая Зеландия и так далее. То есть, не хватает качества статей. А H-индекс, в принципе, показывает не только качество и количество. То есть, тут два момента. И качество, и количество. На мой взгляд, причины этого связаны с публикациями российских статей, пардон, извиняюсь, статей из России в очень слабых или плохих, или бесполезных журналах. То есть, публикация как бы вышла, но если она вышла или в бесполезном, или в плохом журнале, или даже в хорошем журнале, но слабая, она никого не привлечет. Существенная часть статей выходит на русском языке. Соответственно, их мало кто читает, потому что русская аудитория, по сравнению с мировой аудиторией, тоже достаточно небольшая. Ну и есть, конечно, такие, скажем так, относительно субъективные факторы, добрые рецензенты из России, которые не очень следят за качеством, могут принимать статью, она проходит, но она потом никого не привлекает. Ну, я считаю, что тут в значительной степени и высшая аттестационная комиссия, так сказать, виновата, потому что она признает слабые журналы и публикации в слабых журналах для оценки кандидатских и позже докторских диссертаций. То есть, в принципе, от этого всего, как минимум, то есть это, на мой взгляд, причина, по-видимому, есть и другие, но как минимум от этих вещей надо полностью избавляться. Теперь немножко перейдем к журналам, так сказать, которые выходят или которые планируются выпускать университетом. В общем, в университетской администрации, я не имею в виду научных сотрудников, но часто университетских журналов видят именно в таком виде. Такой журнал на самом деле, ну, а в научном сообществе, в принципе, это воспринимается часто примерно вот как мурзилки. То есть, на мой взгляд, нужно ориентироваться на такие журналы, а не пытаться выпускать свои, даже если этого требует администрация. Это мне прислала одна знакомая из Украины, как у них оцениваются журналы, так сказать, «Дюжи» якисны, с высоким качеством, «Просто» якисны качеством, потом есть «Мурзилки», есть «Предатор» и «Журнал», есть «Фейк» журнал. Вот я боюсь, что журналы, которые выпускаются отдельными университетами в России, которые вот здесь, например, «Вестник», например, в данном случае не Россия, неважно, Белорусского государственного университета, вот они скорее находятся на третьем месте. То есть, они не берут деньги за публикации, в значительной степени это организуется как-то по-другому, но до «Хай-квалити» они были в огромном большинстве случаев, к сожалению, не дотягиваются. Что получается? Получается, что, в принципе, сотрудников, научных сотрудников, с них требуют публикации в журналах, они публикуются в каких-то журналах, но так как нельзя публиковать статью два раза, так сказать, одну и ту же, то есть, получается, что, поставив галочку и отметив, что результаты выпущены, уже нет возможности опубликовать те же результаты, извиняюсь, в более хорошем журнале. Причем, я думаю, эта ситуация очень частая, когда вот кажется, что сначала мы опубликуем наши результаты в таком средненьком журнале, в нашем журнале, мы их подготовим, посмотрим, как это получится, а потом опубликуем это же или очень похожее на это в значительно хорошем журнале. В принципе, такая философия у многих научных сотрудников есть, но, к сожалению, это не работает. И опубликовав один раз, как бы научный сотрудник удовлетворяется, этим часто удовлетворяется и администрация, и на этом дело кончается. А, к сожалению, в слабых журналах очень слабо выражена процедура научного оценки. Это тут называется peer reviewing. Немножко под конец я бы хотел, так сказать, сформулировать, может быть, свой опыт, каких необходимые есть условия для того, чтобы журнал стал сильным и был сильным. Во-первых, журнал должен выходить полностью на английском. Он не должен быть переводной. Туда должны статьи подаваться полностью на английском со всеми соответствующими, так сказать, prerequisites. Он должен индексироваться в Web of Science и Scopus. И, безусловно, этого надо сначала достигнуть. Тут так, например, для Web of Science нужно как минимум три года, чтобы журнал прошел какой-то минимальный уровень и просуществовал. Поэтому очень важно, кто является редакторами журнала и кто входит в редакционную коллегию. Редакторы должны быть известные специалисты, причем известные не на уровне кафедры, факультета или университета, или даже страны. Они должны быть известны в мировом сообществе по их направлению. Они должны, эти редакторы, один, два, может быть, три. Это немножко по-разному устроено в разных журналах. Они должны тратить существенную часть своего времени на этот журнал. То есть, насколько вот я знаю, по как собственному опыту, так и по опыту некоторых коллег, люди тратят минимум полдня рабочего времени в неделю. Это, в общем-то, очень немало. Это минимум, когда журнал уже работает, когда уже идут постоянные, так сказать, определенные статей и так далее. Причем это, правда, минимум, когда ничем другим не занимаешься. Ну и, что немаловажно, что эти редакторы журнала сами публикуются и рецензируют статьи в других хороших международных журналах. Не обязательно лучших, не обязательно натуре и так далее, но в достаточно хороших. Другая часть – это состав редколлегии. Опять-таки, это должны быть, с одной стороны, известные в мире специалисты, по тем же самым причинам, которые я и назвал наверху. Ну и, с другой стороны, это должна быть отчасти увлеченная, известная молодежь. То есть, это не значит, что это должны быть аспиранты, но люди на уровне постдоков, у которых уже есть, так сказать, собственный десяток, полтора-два в работах в хороших журналах, и которые уже прошли определенную, так сказать, школу, как рецензируют их, рецензируют сами. Причем молодежь важна еще с точки зрения, что она немного более злая, нежели чем более старшие товарищи, так сказать, и более жестко может, так сказать, рецензировать статьи, несмотря на то, что, в принципе, конечно, у молодежи может быть менее широкий кругозор, но, так сказать, иногда и злости хватает. Что еще нужно иметь в виду для необходимого условия журнала? Что в тех журналах, которые я в самом начале представил, более 70% поданных статей отклоняются. То есть, это не значит, что их 70, их может быть 80, их может быть 85. В самых лучших журналах отклоняют там 99% поданных статей. Но будем исходить, допустим, хотя бы из 70%. То есть, если журнал хочет выпускать 6 выпусков в год, а это не очень много, по 10 статей, а это тоже не очень много, то в год должно быть принято 60 статей. Если 60 статей должно быть принято, и как минимум 70% rejection rate, то нужно исходить из того, чтобы в этот журнал за год было подано как минимум 200 статей. То есть, если вы планируете открыть новый журнал или планируете его развивать, прикиньте, будут вам подавать 200 статей в год минимум. Если не будут, по-видимому, эта затея обречена. Причем редактор должен иметь, так сказать, опыт в течение 5 или 10 минут отбрасывать примерно половину поданных статей на основе там 3-4-5 критериев, которые достаточно простые. Но для этого нужен и определенный опыт. То есть, это необходимые условия. То есть, это тут работает так называемый принцип Анны Карениной. То есть, если нет хотя бы одного из этих условий, по-видимому, лучше не пробовать. Журнал, по всей видимости, не разорвется. Это необходимые, на мой взгляд, условия, по-видимому, есть какие-то другие. Есть еще пара, так сказать, желательных вещей. На мой взгляд, это четкая специализация журнала. То есть, у журнала должна быть своя четкая обозначенная ниша. Редактор работал в нескольких странах. То есть, у него есть широкий опыт работ, как в разных странах работают и так далее. И, что очень немаловажно, журнал публикуется известным издательством. Потому что, если журнал публикуется известным издательством, у издательств есть некоторые другие возможности, как распространять молодой начинающий журнал, чтобы он достиг широкой аудитории. Я думаю, редакторы, извиняюсь, представители издательств, эти вещи, может быть, коротко объяснят. Я хочу представить две короткие истории о редакторах журналов. Так сказать, success stories. то есть, stories. То есть, как из относительно с нуля журналы достигли достаточно хорошего уровня. Этот журнал, SoyBell, Gen, Biochemistry, является на настоящий момент лучшим журналом по нашей узкой специальности, по почеловедению. Он был основан в 1960 году и существует до сих пор. и, что важно, он уже на второй или третий год после своего выхода вышел в уровень второго или третьего журнала в мире. Он был организован доктором или профессором Джон Вейдом. И прежде чем организовать этот журнал, этот самый Джон Вейд два года ездил коллегам по всему миру и уговаривал своих коллег, друзей, известных почеловедов или там экологов подать их лучшие статьи в несколько первых выпусков журнала. То есть, он потратил предварительно два года полностью своего рабочего времени. То есть, я не знаю, конечно, полностью или не полностью, но это известно, что он, в общем, ездил по всему миру, обзвонил коллег, описывал их, чтобы уговорить лучших людей, подать, так сказать, их лучшие статьи в первые выпуски этого журнала. И, как я уже сказал, на второй, не тот третий год, этот журнал стал вторым в мире по почеловедению. Это относительно старый журнал по почеловедению, хотя далеко не старейший. Старейшим, как ни странно, является журнал, русский журнал по почеловедению. И вот второй пример это журнал «Ризосфера», который, у которого всего на настоящий момент, всего лишь пять лет его существования, он был создан профессором Сина Адал. Что в данном случае характерно? Во-первых, Сина очень специализировал журнал, то есть нашел такую нишу, которая не покрывается ни одним другим журналом. И это очень существенный фактор. Это одна из вещей, то есть он нашел четкую нишу, которая свободна, которую можно было занять. И с другой стороны, он тоже, с одной стороны, если я правильно знаю, он примерно год обсуждал этот журнал с издательством «Эльзивьер», которое здесь также на этой нашей небольшой конференции представлено. Он также зазывал туда и молодых, и опытных коллег в редколлегию и потратил первые 2-3 года уже когда журнал вышел и по-видимому до этого на призыв лучших статей в этот журнал от разных коллег. Уже через 4 года у него импакт-фактор был больше трех, а это уже все-таки существенный показатель качества, то есть он этот журнал и дальше будет по всей видимости хорошо развиваться. Еще хочу коротко совсем вернуться к издательствам. Вы видите, что большинство научных журналов выпускается издательствами «Эльзивьер», «Спрингер» и «Вайли», и в общем-то я думаю без их участия очень тяжело продвинуть журнал. Ну и под конец может быть несколько советов на то, чтобы учесть их в дальнейшей работе, так сказать, как быть, возвращаясь к первому вопросу. Заставляйте своих сотрудников печататься только в лучших журналах. Более того, их надо наказывать за статьи в плохих журналах. То есть решите для себя, что такое плохой журнал, будет это Q4 или это будет там Q3, и за статьи в плохих журналах их надо не допускать. Как наказывать и так далее, это уже администрация университета запросто придумает. Второе, это, конечно, нужно вводить своих сотрудников в редакции хороших нолов, но, к сожалению, у большинства нет особой ответственности за рецензирование. Как известно, за рецензирование не платят, рецензирование это, так сказать, общественная нагрузка, и к ней очень часто и, в общем-то, в большинстве случаев относятся достаточно халатно, и тогда редакторы журналов, они видят, как люди, приглашенные на рецензирование, относятся, какие рецензии они делают, и, соответственно, у них часто нет оснований приглашать сотрудников, которые делают слабые рецензии или нежесткие рецензии. Жесткая это не значит негативная, она может быть позитивной, но жесткой и подробной. И таким образом редакторы журналов часто не будут приглашать сотрудников, которым дали на проверку, скажем так, несколько статей в течение последних двух-трех лет, то есть зачем их приглашать, если они не улучшают качество журналов. Я знаю, что в некоторых университетах, в частности в российских, идет оплата или доплата каких-то премий по статьям. Я думаю, это, в общем, это должно скорее идти по цитированию. Наверное, без самоцитирования, но это, опять-таки, уже подробности. То есть, если оплата есть, она должна идти, в общем-то, на мой взгляд, по цитированию. А цитирование в хороших журналах всегда существенно лучше, нежели в плохих. На мой взгляд, в общем-то, локальные журналы и, в частности, журналы отдельных университетов, на мой взгляд, они вредят науке, потому что в них в среднем публикуются слабые статьи, и они, на мой взгляд, вредят, в общем-то, рейтингу университета. Вы можете к этому, так сказать, моему представлению относиться, конечно, как считаете. Ну и с кем жить? Живите, так сказать, с лучшими, тогда будете тянуться и будете, будут и сотрудники в лучших журналах впечататься, и будет улучшаться уровень как журнала, так и кафедры, и так отдельных групп. Спасибо за внимание. Спасибо, Яков Викторович. Я думаю, ваше выступление никого равнодушным не оставила, без всякого сомнения, но в чате вопросов пока нет, и как мы договорились, мы живые вопросы онлайн отложим на момент выступления. И сейчас я предоставлю слово Татьяне Викторовне Лариной, она как раз нам расскажет о том, как вестник университета продвигался на более высокий уровень и завоевал свое место среди авторитетных журналов. Пожалуйста. Здравствуйте, приветствую всех участников нашей сегодняшней встречи. Я только в день попросила рассказать только о том, как мы создавали нашу редколлегию, но, конечно, я могу затронуть и другие вопросы. Татьяна Викторовна, простите, пожалуйста, да, безусловно, это важнейший вопрос, который мы сегодня обсуждаем, так что спасибо вам большое. Ну, многие вопросы, конечно, очень связаны, и я с огромным удовольствием прослушала выступление Якова Викторовича, потому что очень многие вещи действительно перекликаются с нашим личным опытом, и они чрезвычайно интересны. Вот, в частности, вначале я начну с нескольких комментариев. Татьяна Викторовна, прошу прощения, прошу прощения, здравствуйте, это Андрей Михайлов. Мне здесь просто пишет следующий наш спикер Лаура о том, что просит, можно ли поставить ее сейчас, поменяться своими местами, потому что там у нее что-то срочное, какие-то потом дела, если вы не против. Абсолютно не против. Не против, да? Спасибо большое, да, я вот, она тоже извиняется, сейчас просто написала мне отдельно. Никаких проблем, спасибо. Понял, спасибо, но я тогда сейчас сообщу. Лаура, если хотите, можете нас сейчас с вами с вашей презентацией. Мы не можем вас еще подключить. Да, я вижу. Да, Андрей. Извините, это означает немного изменение, может быть, это уже объяснено в русском, но это означает немного изменение в schedule, так, я просто поговорю после следующего, потому что я имею после этого. Мы уже немного познакомились, но вы можете снова познакомиться себя, и тогда, пожалуйста, продолжайте. И просто напомню, что эта презентация будет в английском. Я надеюсь, вы сможете понимать все, и если у вас есть какие-то вопросы потом, или вы хотите объяснить что-то в русском языке, я рад вам помочь вам с этим. Спасибо большое, Лавра. Спасибо, Андрей. Спасибо всем, что вы обращаетесь в английском. Спасибо, что вы слушаете эту презентацию. Я сегодня поговорю о том, что это означает, что это означает. Как это означало, что это означает, что это имеет значение, например, специально-звук в наше many different topics. So if you are interested in becoming a reviewer or improving your writing or whatever it is, definitely check it out. So I've been, like I said, I've been a publisher since 2018. I'm currently responsible for 14 journals in the educational research portfolio, of which nine are Clarivit indexed and five are new gold open access journals, including social sciences and humanities open, which I'll be talking to you a little bit about also. So what is an editorial board member? Usually when you go to a journal homepage, you will see the editor in chief sort of at the main level of the page. If you click through to the editorial board, you'll see other editors that are part of the editorial team and then a long list of editorial board members. And this is usually quite a diverse, especially in international journals, like the ones we publish at Azevier, it's a diverse group of people. And we try to be as representative as possible about who they are and, you know, reflect the authorship. What are some of the common duties? Editorial board members do reviewing for the journal. Sometimes that's sort of implied that they are, you know, a backup group of people that you can go to. Sometimes it's a requirement. It's becoming more common because it's getting harder to find good reviewers. That the role comes with some kind of, you know, agreement that you will do three to four to five reviews a year. They also do a little bit of journal ambassadorship. And what that means is talking about the journal to their colleagues, to their students, when they go out to conferences, if they see a really interesting paper, they can approach people and say, hey, have you considered submitting to this journal? But also advising on journal strategy and development, usually during the yearly editorial board meeting where everyone gets together. And, you know, traditionally, these have been at conferences or other events. And obviously, in the last two years, they've mostly been online. So we've had a lot more people join, which is great, but we haven't been able to meet in person due to COVID, of course. Why would you do it? When we ask board members their main motivations, number one seems to be, you know, kind of seeing what's coming up in the area. So a slight sneak preview into the research that's up and coming. But also contributing to shaping the direction of the discipline by contributing to the journal, not only as a reviewer, but also in the strategic direction and scope. Getting some visibility for editorial activities. So obviously, a lot of people do reviewing, but reviewing, although we have some great, you know, reviewer recognition platforms these days, there's Elsevier has one, there's Publons, there's a lot of different types of ways to get your reviewing recognized. The membership to an editorial board just shows that you are engaged in that way, in a very visible way. There's also professional network expansion. So you'll get to work with a lot of people from all over the world. On the board itself, you will get to know the editors-in-chief and also a whole host of authors you'll become very familiar with. And there's a perk when you're, you know, contributing a significant amount of reviews for Elsevier specifically, which is that you get access to the Science Direct collection and Scopus for six months for each completed review. And these, you know, if you complete two in the same month, for instance, it's not like they've run out at the same time, we stack them. So you get like a full year of access. There's some other editorial roles. So some other editorial roles that maybe you're not super clear to everyone what they are, so I thought I would just quickly run through them. So the editor-in-chief is, of course, the head of the journal's editorial team. They work together with us, the publisher, to determine and implement journal strategy. They work on the direction of the scope and expansions to the scope, or maybe changes that reflect how the discipline is kind of going. They're responsible for editorial processes. And they also represent the journal. So often if you go to conferences, you'll see meet the editor sessions. They're really speaking on behalf of the journal, like the talk we've just had now. And also So they're responsible for ethical handling in the peer review process. Associate editors, they have different names, you know, sometimes they call senior editors, executives, etc. They handle submissions mostly past the desk level. So the editor-in-chief or the managing editor or whoever does that initial triage passes these submissions on to the associates who then find reviewers for the manuscripts. And they also help to maintain the reviewer pool by sort of selecting the people that are active or very knowledgeable of particular topics. They also implement journal strategy, obviously. And sometimes in some journals, they make final decisions. So the manuscript after all the reviews are being completed, don't actually go back to the editor-in-chief. They get made, the decisions get made by the associates. And they give input on strategic development. And they, of course, also do some journal ambassadorship. And then finally, there's guest editors. And this is something that doesn't necessarily mean that you're always involved with the journal. It's a temporary role. Usually what happens is editors will receive proposals to have a special issue in a particular topic. And the guest editor will then handle all of the submissions in that special issue, sort of acting like an editor-in-chief, often as part of a team who will then take on this more associate role. And they're, of course, responsible for upholding the same standards as the journal in every way. So these are just some of the other roles that also occur in a journal. Editorial board member is a really good way to get to know the insides of the journal. And if you're interested in some more of this, like really often nowadays, when we're looking for special issue ideas, we will reach out to the board and we'll say, hey, do you do any of you have some really great ideas? Do you maybe want to guest edit for us? So how to be considered for an editorial board member role? My number one tip would be to be active in the journal that you're interested in joining. And this means as an author, but also as a reviewer. So for as much as possible, make sure that you are sort of actively engaged. We're all busy, you know, but it's always a good rule of thumb to follow the what we call the rule of three, which is, you know, try and do at least three reviews for every paper that you submit, because that's probably how many reviews your paper is going to go through. So you're giving back. When you're acting as a reviewer, try to be constructive, because people will, you know, the associate editors, the editor in chief, they'll read your reviews, they will know what kind of reviewer you are, it's not just about completing them, you know, with one sentence lines are really harshly critical reviews. If you are constructive, if you're actually contributing to the improvement of a paper, you will be known for that. And that will be really key in this deciding, you know, whether you will, at some point could join in the journal. And also, yeah, timeliness, but also being reliable. Make sure that your editorial manager profile for that journal is up to date, so that your expertise is really clearly listed so that when editors are looking for the right reviewers, that they can find you. And, you know, realistically, you don't accept the review requests you get. I think academics get really, you know, bombarded sometimes with review requests. But if you can't accept, just remember to not let the request expire, because the request will normally automatically expire between two to three weeks after they were sent to you. But that just delays the peer review process. And so when we're, when someone gets in touch with us, and this happens really often, and they'll say, hey, how can I be a board member of your journal? The first thing that we'll do is the due diligence of looking them up in the system. And let's say they were asked to review 10 times, and they only accepted two times, and the other times they let it expire. That just doesn't look so great, because we know for a fact that you have caused a bit of a delay on manuscripts. So just try to remember, it's totally fine to say no, just say no. That's definitely helpful. And once you were confident that you have made this kind of contribution for a journal, you can then email the publisher, the editor-in-chief, or associate editor, and inquire about whether that might be a role for you. We like I said, you know, we always do the due diligence, we always make sure to look people up and see if they would be a good fit. And that would be unless you were, you know, invited to become a board member, a lot of the times people are, that's one way that you can proactively engage, and try to be considered. I wanted to say that this, you know, this bit of advice here really applies to possibly the more prestigious journals. Another thing that we look at always is, you know, where people are at, sort of, in their careers. So a very prestigious journal would very likely consider people from a associate professor level and up, whereas a more mid-tier quality journal or a journal that is brand new would be a lot more open to earlier career researchers, so PhD, post-doc level. And that brings me to my next point, Social Sciences and Humanities Open, which is a gold open access journal. It's been going since 2019. Social Sciences and Humanities Open is what we call a broad scope journal. So it covers a lot of different areas. And it is a very developmental journal, we're open to scholarship of pretty much all levels of research. And we do focus on these key sort of five sub areas, which are health, psychology and community, environment, development, geography and politics, education, society and communication, economics, arts and humanities. And we are actually currently recruiting for editorial boards. So in our editorial board, the review requirement is three reviews a year. So if you think you can commit to that, and you would like to get some, you know, hands-on experience on what it's like to be an editorial board member, don't hesitate to get in touch. I put my email address there. And you are more than welcome to contact me for it. This was pretty much all that I wanted to say. I don't know if there are any questions in the room. I don't know if they will be in English. I'm happy to hang around for a minute. But yeah, I don't know, Andre, what is... Thank you very much, Laura. Let's wait for some questions, maybe. If there are no questions, I'll just assume that everything was super clear. But feel free to get in touch. Yeah, you can also contact Andre about how to get in touch with me if that email went by too quickly. But thank you. I hope that this was useful. I hope that it was understandable and that I didn't speak too fast. Everything was great. Thank you very much, Laura. I think it was a very valuable presentation and especially the last slide with the invitation to join the editorial board. And I hope that colleagues from RUDN will submit their proposals. So thank you very much. And if there will be later on some questions, I will, if you don't mind, I will send them to you by email and then get back to colleagues. No problem at all. Thank you. Thank you. Thank you. Good luck with the rest of your event. Thank you. Tатьяна Викторовна, прошу прощения, да, что вот такой у нас двиг получился. Мы тогда, да, возвращаемся к вам. И я, на самом деле, хотел бы сказать коллегам еще, прежде чем вот вы включите, да, свою презентацию о том, что Татьяна Викторовна получила премию от Эльзивир, совместную премию с Ассоциацией научных редакторов издателей Анри по поводу лучшей практики издания российского журнала, индексируемого международными базами данных. Поэтому это действительно на сегодняшний день мы считаем, Эльзивир совместно с Анри, мы считаем, что это лучшая практика в издании российского журнала. И поэтому, ну, действительно, рассчитываем вот на вашу презентацию и с нетерпением ее ждем. Спасибо большое. Спасибо огромное, Андрей. Я, на самом деле, думала, что у меня будет маленькое такое сообщение, как мы обсуждали с Ольгой Евгеньевной относительно того опыта формирования редколлегии. Но если уж мне представлено слово и возможность делать презентацию, то я решила действительно поделиться той презентацией, которую я делала на форуме по случаю получения нашей замечательной номинации. Вот она у меня передо мной стоит на столе. Да, я еще, поскольку из-за карантинных ограничений не смогла отвезти в университет, показать там всем. И я, конечно, очень благодарна, еще раз хочу это сказать, и Элзивиру, и Анри за то, что наш журнал получил вот эту премию «Лучшая практика в развитии научного журнала» и был так высоко оценен. Но прежде чем я начну свою презентацию, у меня будет не больше, чем 15 минут, я хотела сказать несколько слов вот в отношении тех замечательных идей и предложений, и советов, которыми поделился с нами Яков Викторович. Мне было очень интересно слушать то, что он говорит, потому что я полностью поддерживаю в основном практически все его идеи. И хочу сказать, что, конечно, журнал не может быть создан на пустом месте, и я об этом как раз расскажу. Но чтобы не забыть, я вот хотела акцентировать внимание вот на этом важном вопросе относительно того, что, на мой взгляд, действительно, у нас сейчас идет полемика, на каком языке публиковать журнал – на русском или на английском. Поскольку наш журнал публиковал лингвистик, мы всегда выступаем за то, что у нас должно быть представлен и русский язык тоже. Но со временем мы сводим все к меньшему количеству русскоязычных статей, и я вижу, что это правильный путь. Потому что вот что затронуло меня выступление Якова Викторовича, когда он сказал о том, что наши публикации по компьютерным наукам, они не востребованы, они никому не нужны. Цитирую то, что было сказано. А я хочу поделиться таким интересным опытом. Будучи в Мадриде, я узнала от своей коллеги-лингвиста, что ее сын-студент, который как раз занимается компьютерными науками, начал учить русский язык. Я была очень удивлена этому. И когда я с ним лично поговорила и спросила, а что побудило его изучать русский язык, он мне сказал очень интересную вещь. Он сказал, чтобы читать русскоязычные статьи в компьютерных журналах. И прокомментировал даже, дал свое объяснение. Потому что на английском языке можно прочитать ABC, то есть широко известные вещи. Но это его личное мнение, ни в коем случае не мое. А действительно интереснейшие и глубокие статьи, в которых содержится много нового, можно прочитать только в русских журналах, в публикациях русских ученых. Вот это очень интересно, потому что, видите, получается, что не то, что не востребованы наши журналы, наши идеи, наши ученые, а то, что они не представлены должным образом. И чтобы иметь широкую читательскую аудиторию, безусловно, должен быть английский язык. Вот комментарий к тому, что прозвучало выступление Якова Викторовича, на что я хотела обострить внимание и подчеркнуть вот этот момент. Что касается нашего журнала, я, к сожалению, сейчас не вижу презентации. А, да, вот. С радостью поделюсь своим опытом. По-моему, я как-то не могу его переключать. Ольга Евгеньевна, вы мне поможете? Да, 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 я буду переключать. Да, пожалуйста, следующий слайд. Ну, наш журнал, думаю, всем коллегам известен. Пожалуйста, переключайте, Ольга Евгеньевна. Да, и история его достаточно такая примечательная, потому что, действительно, я начала работать в журнале в 2014 году. И, как сказала Ольга Евгеньевна, я пережала время своими инициативами и так далее. И нам было гораздо труднее, чем вот сейчас всем нам, когда мы имеем огромную поддержку со стороны университета. Но и в то время наши инициативы достаточно, хоть и с трудом, но продвигались. В результате уже в 2017 году мы вошли в WebScience, в 2018 в Scopus, в 2020 года это минимум, да, ожидания, когда проходит мониторинг журнала, мы попали сразу же в Q2, пропустив Q4 и Q3. И совершенно неожиданно для нас, что мы не планировали, не мечтали, мы поставили в план, который требовало от нас руководство в ITQ1 в 2023 году. Но я никак не считала, что это вообще может быть реализовано. Но вот жизнь показала, что это возможно. И здесь я не столько как бы хочу хвастаться нашими достижениями, а мотивировать всех коллег, показав, что это действительно можно и это вполне достижимо. Ну вот и когда я думала о том, что же нам помогло в этом, конечно, это поддержка университета и администрации, и Ольги Евгеньевны, и всех коллег, конечно, это большая помощь Андреи, Ольге Владимировне Кирилловой, Андрея, всех тех, кто проводил с нами семинары, кто учил нас, это действительно очень бесценно. И, конечно, творческая команда, те, кто работает со мной, это, безусловно, интересные авторы, и вот то, о чем мы сегодня уже говорили, высокопрофессиональные рецензенты. Ну и, конечно, журнал не может продвигаться и цитироваться, если у нас нет читателей. А для того, чтобы были читатели, необходимо обращать на такие моменты, как популяризация журнала и его актуальная тематика. Пожалуйста, Ольга Евгеньевна, дальше. Ну, цель нашего журнала изначально состояла в том, чтобы создать некий мост между научным сообществом российским и зарубежным, поскольку я имела возможность работать в зарубежных университетах. И я видела вот ту ограниченность с одной и с другой стороны, которая заключалась в том, что мы не знаем известных зарубежных ученых и новые теории, новые школы, и они не имеют никакого представления о том, что делается у нас. В частности, это будет интересно нашим коллегам с филологического факультета. Только два года назад на конференции я услышала о том, что, оказывается, известный ученый представлял свое новое направление, которое называется «cultural linguistics». Если подумать о том, что это соответствует нашей лингвокультурологии, которая у нас активно разрабатывается с 70-х годов, то становится, конечно, очень грустно. То, что сделано российскими учеными, совершенно неизвестно на Западе. Поэтому мы поставили такую цель, чтобы способствовать научному обмену и сотрудничеству между российскими и зарубежными лингвистами, знакомить читателей с новейшими направлениями и теориями в области лингвистических исследований, которые разрабатываются как в России, так и за рубежом, и публиковать результаты оригинальных научных исследований по широкому кругу актуальных лингвистических процессов междисциплинарного характера. Вот как раз наша ниша, вот то, что тоже подзвучало в выступлении Якова Викторовича, что нужно очень четко определить, чем ваш журнал отличается от других и какая сфера его интересов. Мы, ну так уже сложилось традиционно, мы и до этого обращали большое внимание на такие вопросы, как взаимодействие языка и культуры, социолингвистические проблемы, психолингвистические проблемы, коммуникации. И вот вы видите те сферы, у нас широкого направления журнал, и поэтому нам не очень трудно собирать статьи. Это может быть узкий журнал, который действительно получает большую востребованность, потому что нет таких журналов, но плюс широкого журнала, но тоже, который имеет четко определенный фокус. То есть мы не занимаемся системной, структурной, как бы традиционной лингвистика, находимся, а обращая внимание, интересуемся именно этой современной парадигмой, в центре которой человек, язык и коммуникация. Ну и, как я уже сказала, невозможно сделать хороший журнал без хорошей редакционной коллегии. Нашей редакционной коллегией мы действительно очень гордимся. У нас 30 членов, но мы время от времени добавляем новых. Среди них 11 российских специалистов и 12 зарубежных. И вот на этом слайде я хотела показать, что у нас представлен, можно сказать, весь мир от Соединенных Штатов Америки до Японии, Китая, Индии. И, конечно, у нас есть специалисты из известных университетов Великобритании, из многих стран Европейского Союза. Да, и большинство из них, я бы сказала, являются очень известными учеными, которые входят именно в такие топовые рейтинги ученых. И их можно увидеть в качестве пленарных докладчиков крупнейших международных университетов, семинаров, конференций и симпозиумов. И, конечно, наши авторы, наши авторы, это в каждом журнале мы стараемся, чтобы был опубликован кто-нибудь из ведущих российских и зарубежных авторов, которые действительно имеют мировое признание, что делает журнал привлекательным. И, конечно, вот здесь я вернусь к тому, что говорил Яков Викторович, что на пустом месте это невозможно. Не пригласить известных ученых, которым было бы интересно сотрудничать с нашим журналом, не пригласить известных авторов, специалистов определенной области. Поэтому у нас здесь тоже была очень большая подготовка и очень большой наработанный опыт. Мы продолжаем расширять и через такие мероприятия, то есть активно участвовать в различных конференциях, где мы делаем презентации наших журналов. Я лично ввожу большое количество печатных копий журнала, их раздаю во время презентации, после презентации. Покажу журнал и раздаю участникам конференции. Обязательно знакомлюсь с пленарными докладчиками, вручаю им журнал как подарок и вместе с тем приглашение сотрудничать. И вот это сотрудничество с нашими авторами мы продолжаем. И после конференции мы их приглашаем на наши университетские мероприятия, на наши конференции. И можно сказать, каждый автор, который публиковал у нас статью, он как бы остается в поле нашего сотрудничества. И если мы видим его активность, если он выступает активным рецензентом нашего журнала, сам проявляет интерес, то, безусловно, это уже повод для того, чтобы пригласить его в члены редколлегии. И что у нас там дальше, что я хотела показать, Ольга Евгеньевна? Вот тут, да, как раз вы это видите. Да, и хочу еще поделиться таким интересным мероприятием, которое… То есть подытожить относительно редколлегии и авторов. То есть создать редколлегию невозможно. Собрать представительную, солидную редколлегию невозможно в течение ни одного дня, ни недели, ни месяца, и даже ни года. Это такой долгий, постоянный процесс, процесс сотрудничества, активного научного сотрудничества с ведущими учеными. И один из наших таких интересных моментов, вот там у нас был слайд, где показаны были наши специальные выпуски. Да, это тоже очень интересно, я считаю, наше, да, спасибо большое, Ольга Евгеньевна, очень оправдавшая себя практика. На самом деле мы начали выпускать спецвыпуски, думая больше о наших аспирантах. Потому что я сама помню, я всегда помню, как это трудно было собирать для своего исследования в библиотеках, когда еще не было таких доступных интернет-ресурсов, материал по определенной теме. И мне показалось, что вот если мы создаем журнал по какой-то активной, известной, востребованной и актуальной теме, то собираем авторов, которые работают в этом направлении, то мы даем нашим аспирантам, молодым ученым буквально современную монографию по теме их исследования. А если учесть, что наш журнал в свободном доступе, то это вообще, считаю, научный подарок каждому аспиранту, каждому молодому ученому. А потом оказалось, что это действительно очень полезно и для самого журнала, потому что, выбирая какую-то актуальную тему, мы приглашаем в качестве гест-эдита, приглашенного редактора, какого-то известного ученого, который работает в данной теме. И вот здесь как раз это оказалось легче, чем пригласить ученого известного со своей статьей, потому что, как мне показалось, что это такой знак признания, заслуг ученого, от которого трудно отказаться. И, как правило, мы получаем согласие. И потом уже пригласив вот этого известного ученого, мы, конечно, не просто приглашаем его, мы разрабатываем определенный план, идеи этого журнала. И даже если есть возможность, кого-то приглашаем из наших коллег, кто готов выступить. И таким образом показываем ему серьезность нашего подхода к этому проекту. И когда получаем уже согласие, тогда вступают, как сказать, в силу ресурсы уже самого приглашенного редактора, который приглашает тех коллег, которых даже мы не знаем. И вот, например, наш последний номер – это эмоционализация медиадискурса, где были опубликованы очень интересные статьи, среди них много известных авторов. И таким образом, мне кажется, что мы повышаем интерес к нашему журналу и способствуем его цитированию. Потому что цитирование возможно только тогда, когда есть известные авторы. Потому что здесь наши читатели цитируют их. И второе – это сами авторы в дальнейшем цитируют себя, свои публикации в нашем журнале, высоко рейтинговых журналах. Поэтому действительно я считаю, что это оказался очень интересный опыт. Ну и последний наш опыт – это опыт этого года. Следующий слайд, пожалуйста, Ольга Евгеньевна. Это нам пришла такая мысль, мне чуть-чуть выше, по-моему. Нам пришла такая идея о создании вебинаров, таких онлайн-семинаров. Здесь подтолкнуло нас то, что мне всегда очень жалко, когда… Да, кстати, вот это есть. Conversations with readers and authors. Спасибо. Мне всегда очень жалко, когда наш последний журнал висит на сайте. Это прекрасно. Все видят его содержание, наших прекрасных авторов, статьи которых мы ждем порой не полтора, даже, а два и два с половиной года. И вдруг через три месяца выходит новый журнал, и этот журнал уходит в архив. И вот вопрос – а кто помнит, а кто знает, и кто найдет эти статьи? И поэтому мы думали о том, как же нам расширить эту видимость журнала и рассказать о том, какие авторы у нас печатаются. И, наверное, тоже вот эти драматические условия пандемии, закрытости, поскольку сейчас нет уже реальных конференций, где можно было делать презентации журнала. Вот мы организовали такие семинары, которые называются Conversations with readers and authors. То есть пока мы их проводили только на английском языке, потому что у нас было несколько спецвыпусков полностью на английском языке. Мы следующие планируем провести на русском. То есть разговор читателей и авторов. И мы приглашаем на этот семинар, по нашему опыту, лучше всего три, больше не надо, автора. Статьи, которые опубликованы в этом журнале, у нас есть Discussing, то есть кто-то ведет дискуссию. Ну и я сама являюсь председателем этого мероприятия. И я рассказываю о том, какой у нас номер вышел, чему он был посвящен. И представляю наших замечательных авторов, которые очень коротко представляют свои работы. И потом мы организуем дискуссию с читателями. И вот у нас уже было три таких семинара в этом году. Мы только начали, всего три семинара, они все прошли в этом году. И, вы знаете, мы получаем совершенно прекрасные отзывы. Конечно, здесь нужна большая работа в сетях, нужно делать рассылку. Мы у нас есть, вот, пожалуйста, следующий слайд, Ольга Евгеньевна. Мы рассылаем эту информацию о семинарах по всевозможным сетевым ресурсам, делаем такие маленькие рекламные постеры, рассылаем через личную почту, через личные контакты, привлекаем членов редколлегии к популяризации этого журнала, этого мероприятия. И скажу вам, что на эти семинары мы собираем от 70 до 100 участников. То есть таким образом мы проводим мини-конференцию. И в этом, мне кажется, я еще беру еще одну такую цель. Мне очень хочется, чтобы наш журнал был не только научным, но и имел такое, как я называю, человеческое лицо, выполнял такую психологическую роль. Потому что, встречаясь с людьми, которые представляют сейчас современную международную лингвистическую науку, видя их, имея возможность с ними говорить, мне кажется, мы делаем огромный подарок нашим тоже студентам, не только студентам, аспирантам, молодым исследователям и, наверное, всем, когда уже за фамилией автора, а порой наши читатели не различают даже мужчина или женщина по ряду фамилий, где это не видно, то они за фамилией видят лицо этого автора. Мне кажется, такой интересный тоже психологический такой стимул, я бы сказала, для чтения этой статьи, для ее цитирования. И мы очень рады, что мы это делаем. И я с радостью делюсь с вами этим нашим последним, последней нашей идеей, как можно популяризировать журнал и расширять читательскую аудиторию. Потому что, конечно, через эти мероприятия мы, безусловно, она способствует расширению читательской аудитории. Потому что, вы знаете, я обратила внимание, что даже наши аспиранты не все знают о существовании нашего журнала, который вот рядом, и не все его читают. Спасибо большое за внимание. Буду рада ответить на ваши вопросы. Спасибо большое, Татьяна Викторовна. Коллеги, если есть какие-то вопросы, пожалуйста. В чате вопросов не вижу. Наверное, Андрей, вы представите еще одного нашего участника, передадите им слово. Да. А потом перейдем к дискуссии уже. Хорошо, да. Татьяна Викторовна, большое спасибо. Коллеги, если у вас, соответственно, назреют какие-то вопросы, да, уже непосредственно в конце выступления, то, пожалуйста, у вас, опять же, есть время их продумать. Я с удовольствием передаю слово Александру Николаевичу Пелясову. Это профессор, доктор наук, профессор МГУ, ведущий ученый в России и также являющийся рецензентом и членом редколлегии зарубежных журналов и части российских журналов. Поэтому, Александр Николаевич, пожалуйста, передаю вам слово. Спасибо, Андрей. Ну, после Татьяны Вариной мне надо было бы быть, наверное, Евгением Онегиным. Ну, вот не склалось, как говорят наши дети, да? Поэтому, вот, Александр Пелясов, так уж извините. Значит, дорогие коллеги, очень кратко кейсом, как войти в редколлегию журналов. Вот я попробую поделиться. Вот сейчас что-то не получается. Нажали на кнопку, чтобы выключить экран. Там вот соседняя, которая со стрелочкой вверх. А, так. Стрелка вверх. Сейчас, секунду. Стрелка вверх. Дальше, значит. И уже можно. Да, и дальше уже выбрать непосредственно файл, да. А, хорошо, хорошо. Так, коллеги, видите, да? Еще нет. Пока нет. Так, сейчас, секунду. Попробую со своей стороны как-то помочь. Участники. Да. Ну, если нет, то я расскажу вам на словах, дорогие коллеги, чтобы не забирать ваше время. Тут у меня не так много, два слайда. Значит, дорогие коллеги, беда пришла неожиданно. Пришел Томас Дентинхио, итальянец, и сказал, что надо делать российский спецвыпуск журнала Regional Science Policy and Practice. Если можно только, Александр Николаевич, вы камеру тогда свою включите, чтобы мы, так сказать, что-то видели, фокусировались. Камера вроде включена. Сейчас я посмотрю. Одну секунду. Так, сейчас. Так, так. Смотрим. Камеру вроде я включал. Сейчас, секунду. Так, так. А. Да, сейчас уже видите, да? Да, да, пошло. Спасибо. Хорошо. Значит, дорогие коллеги, ну вот возник вызов. Значит, нужно подготовить российский спецвыпуск по региональным исследованиям в России. Ну хорошо, посмотрел, нашел дюжину обязательных людей из разных институтов, из разных городов. Вот тут у меня они уже на первом слайде все обозначены, эти герои. И удалось в течение полугода мобилизовать моих коллег на то, чтобы они подготовили статьи по региональным проблемам, по региональному развитию России. Что было заявлено, так сказать, спецвыпуском и в чем состояла моя миссия, которую передо мной поставил главный редактор этого журнала «Regional Science Policy and Practice». Ну, конечно, дорогие коллеги, вот дисциплина мобилизации всех авторов российских, у которых было много скепсиса, что они не native speakers, как они смогут. Мне объяснили, что в редколлегии все не native speakers, и в этом плане российские авторы ничем не лучше своих коллег в редколлегии журнала. То есть я как мог их старался, значит, ликвидировать их discouragement, чтобы их мотивировать на успех, на победу. Это было, может быть, половина дела, потому что все были титулованные специалисты, но все почему-то имели дрожь в коленках, что как это вот мы, не native speakers, войдем в этот журнал второй квартель, и, значит, как нам удастся там опубликоваться и так далее. Поэтому свою задачу видел в мотивации. Профессионально все было нормально с этими людьми, они вполне были подготовлены, как выяснилось. Но вот у них у всех была дрожь в коленках почему-то. Я, значит, эту дрожь в коленках убирал, и в результате этот номер вышел. То есть я свою заслугу вижу прежде всего в том, что я своих коллег российских мотивировал на подвиг появления в этом спецвыпуске. И этот подвиг состоялся, и он оказался не таким уж и сложным. Следствием этого подвига стало то, что меня пригласили в редколлегию этого журнала. Но если ты способен на такой маленький подвиг, а как нас учили в советской школе, как бы жизнь без подвига невозможна, значит, ты можешь и быть в редколлегии журнала. Тем более, что она на ротационной основе. То есть кто-то выбывает, кто-то входит, этот процесс непрерывный. Ну так оказалось, то есть больших усилий не потребовало. Нужно было подготовить этот российский спецвыпуск, потом уже, так сказать, согласиться на приглашение войти в редколлегию этого журнала, где все были не англоговорящие. То есть в этом плане я как бы там белой вороной не был. Значит, вот после этого опыта на самом деле вхожу в несколько журналов международных, но хотел бы сказать вот именно про этот последний, потому что он, как говорят сейчас, такой показательный кейс. И вот на основании этого опыта можно обобщить передовые практики вхождения в редколлегию зарубежных журналов. Значит, смотрите. Сначала организовать спецвыпуск по России. Инициативным образом или, как в моем случае, откликаясь на пожелания Томаса Дентинхо, который, значит, поставил такую задачу. Но можно инициативным образом, поскольку Россия после Китая сегодня, по крайней мере, в региональных исследованиях является второй такой терра-инкогнито. И, конечно, интересно увидеть целостный номер, посвященный калейдоскопу российских региональных проблем. В этом плане почва наша российская продолжает оставаться благодарной для международного сообщества, интересной для международного сообщества. Значит, первое. Организовать спецвыпуск в этом самом международном журнале, выдвинув инициативу или откликаясь на инициативу зарубежных товарищей. Ну, есть еще одно слагаемое в моем случае, которое мне помогло. Я в течение 10-12 лет возглавлял российскую секцию Европейской ассоциации региональной науки. И уже был как бы знаком, как облупленный моим зарубежным коллегам. Но это не обязательно. Это, как бы сказать, возможное, но необязательное условие для того, чтобы в эти редколлегии входить. Ну, конечно, быть членом международной ассоциации, профессиональной, в любом случае очень полезно. А может быть, даже и возглавлять российскую секцию, которую вы можете сами создать, если такой профессиональной ассоциации, например, в России еще не создана. Ну, я уже говорил про третье условие. Нужно учитывать, что многие должности в этих редколлегиях, у многих журналов, они занимаются на ротационной основе. Ну, то есть 2-3 года и методом скользящей ротации заменяются на новых членов редколлегии. Это значит, что для вас, дорогие коллеги, возникает окошко возможностей. Есть, конечно, журналы, где, можно сказать, пожизненное членство в редколлегии. Но, насколько я знаю, у большинства моих коллег в зарубежных журналах это ротационная основа. Конечно, четвертым фактором успеха является очная коммуникация с зарубежными коллегами, лидерами конкретных научных направлений, которые обычно входят в редколлегии статусных научных журналов. Почему очная? Ну, потому что глаза в глаза, конечно, проекты совместные запускаются проще, чем в Zoom, Teams или каких других онлайн коммуникациях. Поэтому очной коммуникации никак пренебрегать не стоит. И обычно, как говорят мои коллеги зарубежные, все такие проекты, вхождение в вашу редколлегию или какой-то новый конгресс, или какой-то новый международный проект, они обычно учреждаются в ресторанчиках уютных. Так что вот возьмите на вооружение эту передовую практику, по словам наших зарубежных коллег. Так что очная коммуникация с зарубежными коллегами, лидерами журналов, вам будет чрезвычайно полезна. Еще момент. Конечно, это энергия. Это ваша энергия и заинтересованность. Вот я тут написал во втором своем слайде, естественным образом вы решите эту проблему за 7-10 лет. Ну, то есть вы будете узнаваемы в международном сообществе, с узнаваемостью будет приходить признание, увидят ваши организационные способности, доверят вам спецвыпуск, потом предложат войти в редколлегию. Это такой естественный, спокойный, меланхоличный путь длиною в 7-10 лет. Но если у вас есть амбиции, есть драйв, есть энергия, или, как говорил мой учитель Лев Николаевич Гумилев, пассионарность есть, вы пассионарный человек, ну тогда вы можете решить эту проблему за 3-5 лет. Потому что своим натиском, своей энергией вы окажетесь очень полезными международным коллегам, потому что людей с энергией всегда не хватает. И они, конечно, с радостью создадут для вас эту нишу члена редколлегии, взгромоздят на вас необходимость рецензирования массы статей, которые в этот журнал поступают. Вы окажетесь им и полезны, и почетны своим представительством от России. Это вот я написал на слайде 5 таких, получается, передовых практик или факторов успеха. А сейчас, когда я слушал Татьяну Ларину, я подумал, что есть, наверное, еще два фактора, о которых тоже надо сказать. Они, конечно, более, я бы сказал, политически некорректные эти факторы, но мне хочется их назвать. Первое, конечно, это то, что когда мы сталкиваемся с международным сообществом ученых, мы сразу же осознаем особенности российской ментальности и мышления. Оно более комплексное. У наших западных товарищей, у них мышление грядочное. Оно такое узкофокусное, узкоспециализированное. И люди, которые мыслят панорамно, мыслят широко, а это вообще в хороших российских традициях, эти люди оказываются полезными, потому что они как бы дают другую перспективу, другую перспективу на известные научные, организационные и другие проблемы, связанные с деятельностью международных журналов. Значит, вот эта комплексность, панорамность, она в российских коллегах привлекает, потому что наши западные товарищи очень узко, очень специализированно мыслят. Значит, у вас есть это конкурентное преимущество, и вы оказываетесь полезными, потому что вы вносите вот это интеллектуальное разнообразие в международное сообщество, в том числе и журнальное. Это вот получается шестая передовая практика. И, наконец, самая политически некорректная седьмая передовая практика – это про засилие англосаксов. Засилие англосаксов происходит во всех международных журналах. От этого засилия стонут многие коллеги – итальянцы, французы, ну, испанцы, меньше шведы, меньше голландцы, поскольку они все англоязычные. Значит, они всегда рады представителям России, который крепит вот этот фронт не англосаксонский, который очень раздражает своим засилием во всех научных структурах, во всех международных журналах. И у вас, получается, возникает совершенно неожиданный шанс вот этой своей не англосаксонской принадлежностью быть интересными своим итальянским, испанским, французским и прочим коллегам. Вот это седьмая передовая практика. Спасибо вам за внимание. Большое спасибо, Александр Николаевич. Коллеги? Андрей, давайте я сейчас поясню по регламенту немножечко. Значит, я напомню всем коллегам. Дело в том, что наш вебинар по таймингу должен закончиться в 16.00, и большая часть присутствующих должна плавно перетечь в другое мероприятие будет, от которой вот 16.00 как раз начинается, оно будет касаться проблем, связанных с оценкой журналов по СНИП. Поэтому я сейчас вот прошу, наверное, все-таки к дискуссии перейти, попробовать ответить на вопросы, если они у нас будут в наличии, и посмотреть, если все-таки останется время. Вот, Андрей, вы хотели выступить по поводу практических решений в помощи редакторам. Давайте вот сейчас определимся с вопросом. Не в помощь редакторам, я уточню, у меня непосредственно ориентировано ученым. Да, безусловно. Вот. Но ладошки, пожалуйста, ладошки для устного способа задать вопрос. Есть у нас желающие спросить что-то у спикеров? Я напоминаю, у нас здесь присутствует Яков Викторович, Татьяна Викторовна, и, как я понимаю, Александр Николаевич еще какое-то время, вот его надо повторно допустить, еще какое-то время тоже сможет ответить при наличии вопросов. Коллеги, пожалуйста, в чате я пока вопросов по-прежнему не вижу. Ну, давайте, наверное, если вопросов нет... Тогда давайте попробуем. Да, я тогда... До окончания. Да, я тогда уже... Если нужно, я сейчас поблагодарю все-таки наших спикеров и гостя Александра Николаевича и наших коллег, потому что, ну, Татьяна Викторовна, само собой, Яков Викторович тоже наш коллега, совмещающий работу в РУДН, и хочу отметить, поздравить его, да, с этим... Ну, я так понимаю, очередным достижением он действительно возглавляет список наиболее цитируемых в своей области ученых по рейтингу Web of Science. Причем, Web of Science, когда опубликовывает этот список, он именует этих людей самыми влиятельными умами мира. Так что прошу любить и жаловать. Спасибо. Пожалуйста, Андрей. Да, спасибо. Да, непосредственно мое выступление такое подытоживающее. Соответственно, я постарался представить какие-то практические рекомендации непосредственно ученым для того, чтобы понять и какие-то шаги увидеть, если вы хотите стать членом редколлегии зарубежного журнала, что вам необходимо сделать. Итак, нам дано, да, то, что вы поставили себе задачу войти в состав редколлегии зарубежного журнала. Во-первых, вопрос, как это сделать. Во-вторых, какие будут ваши обязанности. То есть, что от вас будет требоваться. Ну, первый вопрос – это кто может войти в состав редколлегии и кто, как правило, становится членом редколлегии зарубежного журнала. Ну, во-первых, это ведущие авторы и авторы ключевых обзоров, то есть review papers, review articles, которые были опубликованы в данном журнале. Это ведущие рецензенты. Опять же, для данного журнала, если вы очень активно рецензируете работы для определенного журнала, вам могут предложить войти в редколлегию, в состав редколлегии журнала, базируясь на вашей активности, на проработанности ваших рецензий и так далее, на их качестве. В-третьих, это бывшие приглашенные редакторы специальных выпусков, то, что нам в том числе рассказывал Александр Николаевич. И, в-четвертых, рекомендуемые ученые текущими членами редколлегии. То есть, текущие члены редколлегии могут порекомендовать какого-то ученого войти в состав редколлегии журнала. Например, в рамках выступления на какой-то конференции, общения, личного знакомства, знакомства с работами другого ученого и так далее. Что отражает ваше соответствие журналу? Помимо всего прочего, вас заметили за счет ваших публикаций, за счет рецензирования и так далее. Во-первых, насколько вы соответствуете общему охвату журнала, его тематике. Во-вторых, ваша экспертность покрывает одну из тематик журнала, в том числе тематик перспективных, которые журнал в недавнее время начал развивать, требуется специалист по данному направлению, соответственно, могут дополнить вами текущий состав редколлегии. Вы представляете ведущую научную организацию, поскольку журналы, конечно, заинтересованы включением в состав редколлегии ученых, которые покрывают ведущие организации по данному направлению. И вы публикуетесь в журналах, как правило, более высокого уровня, чем тот журнал, на который вы ориентируетесь, в который вы хотите войти. Также, конечно, помимо редакции, издатель обращает внимание и участвует в процессе выбора членов редколлегии. Обращается внимание на то, кто публикуется в журнале за последнее время. Есть такая, опять же, статистика. Какие авторы хорошо читаются и хорошо честируются, на это обращается внимание. И кто оказывает влияние в данной области, публикуясь на данный момент в других журналах, может быть, другого издательства. Опять же, на это обращают внимание, и вам могут предложить войти в состав редколлегии. Если мы говорим про журналы издательства Эльзивир, то, возможно, вы уже знаете, у нас есть так называемая система Editorial Manager, которая помогает редколлегии работать непосредственно с авторами, в направлениях на рецензирование и так далее. Так вот, отчеты из Editorial Manager показывают не только активных текущих членов редколлегии, но и также потенциальных новых членов редколлегии, как правило, из числа рецензентов. И основная причина поиска новых членов редколлегии, конечно, это ротация состава и на основе их текущей деятельности, как правило, каждые 2-3 года, а также поиск специалистов по новым направлениям развития журнала. Вот здесь представлено несколько замечаний, высказываний главредов журналов, эльзивировских журналов. Вот, например, главред журнала Information Processing Management говорит, что когда кто-то делает отличную рецензию для журнала, я приглашаю их в редколлегию. Вот главред журнала Tourism Management Perspectives дал более такой расширенный ответ. Вот что он ответил, да, поскольку моя цель быстро обработать рукопись, мне нужны люди, на которых я могу положиться. Поэтому вместо того, чтобы приглашать и выбирать из впечатляющих резюме, я пошел с людьми, с которыми работал, людьми, на которых я могу положиться, которых знаю и что они надежные. В моем электронном приглашении этим людям были изложены мои ожидания от активной редколлегии. Это означает, что они могут рассчитывать на то, что они будут много рецензировать, быстро рецензировать, а также давать конструктивные комментарии. Я также намеренно ограничил назначение сроком на один год, чтобы я мог исключить тех, кто в данном случае недостаточно активен. Я также хотел разнообразную команду с точки зрения возраста, полуэтапа карьера, в том числе и географического распределения. Эти люди должны довольно хорошо владеть английским языком, тем не менее, и публиковаться в приличных журналах. И это, конечно, должны быть люди, не академические машины, а люди, которые работают коллективно, которым журнал не безразличен и, соответственно, которые готовы вовлекаться. Это вот такие комментарии от главредов журналов. Ну, теперь относительно вхождения в редколлегию через рецензирование. Как мы с вами видели, это один из наиболее часто распространенных путей вхождения в редколлегию журнала. То есть наиболее распространенный способ – это получить приглашение от журнала на рецензирование. Можно благодаря своей видимости, как специалиста в данной области. И, соответственно, вас приглашают сначала в качестве рецензента, вы активно и успешно, без задержек, рецензируете для журнала, и впоследствии вам могут предложить уже непосредственно войти в состав редколлегии. И здесь уже приглашение к рецензированию основывается на вашем авторском профиле, на вашем участии с докладами в профильных научных конференциях и, конечно, вашу активную роль как рецензента для других журналов, то, что отмечается в различных системах. Вы, как правило, просто получите письмо на свою почту, на почту, которую вы указывали в качестве корреспондирующего адреса в ваших публикациях. Второй момент – это то, что вы можете сами заявить себя в качестве такого волонтера для рецензирования. В Elsevier есть специальный ресурс, reviewer hub, в котором вы можете зарегистрироваться, найти журнал, который вам интересен, и подать заявку на то, чтобы выступить там рецензентом. И обратите внимание, здесь есть профиль, который вы заполняете, и профиль, соответственно, покажет редакции, насколько они могут быть в вас заинтересованы. И после того, как вы рецензируете, во-первых, сохранится ваша вся история, и, соответственно, вы также получите различные сертификаты этого рецензирования. Ну, вот, допустим, в моем случае это журнал Cities и там ряд других журналов. Во-вторых, вхождение в редколлегию через приглашение к написанию обзорной статьи, это очень часто, поскольку обзорные статьи или review article, они, как правило, принимаются непосредственно по приглашению редакции, либо же через редактирование тематического выпуска. То есть первый вариант, вам направили приглашение на создание и управление тематическим выпуском, то есть invited contribution, вот вы видите пример письма в мой адрес в качестве эксперта, да. И второй вариант, это то, что вы можете направить самостоятельно свою заявку на создание тематического выпуска, это будет именоваться как special issue proposal, вы просто переходите на интересующие вас журналы, смотрите там разделы различные call for papers и информацию о целях и задачах, есть ли возможность предложить тематический выпуск, и, соответственно, направляете свое предложение. Третий вариант, это вхождение в редколлегию через подачу своего резюме на сайте так называемой call for expressions of interest. То есть это уже непосредственно относительно вхождения в редколлегию, то есть не через лицензирование, не через тематические выпуски, а сразу же вы хотите войти в состав редколлегии. Во-первых, вы, конечно, можете написать главному редактору или зам главного редактора или менеджинг-эдитеру, управляющему редактору, либо же, опять же, вы можете обратить внимание, на сайте журнала будет объявление о том, что идет такой набор, и вы можете податься и войти в состав либо associate editor, это тогда уже непосредственно платная должность, либо в принципе в члены редколлегии. Соответственно, если мы говорим про Эльзивировские журналы, то все это можно найти по ссылочке journal с Эльзивир, где представлена информация по всем журналам, и дальше вы уже смотрите по тематике, которая вас интересует. И здесь вы уже видите, например, в разделе call for papers, там, как правило, будет различные уведомления, либо же с недавнего времени появилось целое отдельно раздел, если мы говорим про журналы Эльзивир, раздел announcements, то есть объявления, и там можно посмотреть непосредственно приглашение к участию в редколлегии. Вы вошли в состав редколлегии, теперь какова ваша роль в составе редколлегии? Ну, во-первых, рецензирование представленных рукописей, в том числе, по которым не удается найти сторонних рецензентов. Во-вторых, роль третьего или решающего рецензента статей, по которым получены разногласия от других рецензентов. Вам нужно будет уже финально решить, что с этой статьей делать. Участие в вопросах политики охвата журнала, в принципе, о развитии журнала, в том числе, определение тем тематических выпусков, обзорных статей. Ваша задача в привлечении новых авторов и новых рукописей хороших, продвижения журнала не только среди людей, потенциальных авторов, но и среди читательской аудитории. Помощь редакторам в принятии решений по таким вопросам, как жалобы на плагиат и прочие нарушения научной этики. И, конечно же, объективный взгляд на работу журнала. И здесь важно понимать, что ваша работа в том числе будет оцениваться. И, как уже упоминалось, что используется определенная ротация в журналах, как правило, через 2-3 года. И поэтому вашу деятельность точно так же будут оценивать. То есть будет рассматриваться, публикуетесь ли вы в журнале или нет, как активно вы участвуете в процедуре лицензирования, проявляете ли вы инициативу в продвижении журнала, инициируете ли вы новые темы, потенциальные направления развития и так далее. И, соответственно, исходя из вот этих положений, будет оценено оставлять вас дальше или, соответственно, привлечь уже новых авторов. Потому что, в принципе, при ротации, конечно, можно и остаться на следующий срок при условии, что вы активно вовлечены в жизнь данного журнала, в развитие данного журнала и так далее. Большое спасибо за внимание. Постарался быть как можно более кратким, чтобы оставить время на какие-то вопросы или дискуссию. Коллеги, если есть вопросы к докладчикам, ко мне, то, пожалуйста. Коллеги, я призываю задавать вопросы, потому что вот сейчас такая возможность всякие нюансы понять в решении наших проблем. Пожалуйста, Татьяна Викторовна. Андрей, спасибо большое за очень интересное содержательное выступление. У меня такой вопрос. Как вот пригласить какого-то ученого, вообще, на ретколлегии, я знаю. Но вот мы тоже хотим провести ротацию. И вот как вывести? Да нужно написать какое-то письмо об основании или какая вообще вообще принята процедура. Это очень такой деликатный вопрос. мы даже вот наших коллег, которые вышли на пенсию, мы не можем осмелиться каким-то образом были с теми коллегии. Да, на самом деле вопрос такой сложный, но на самом деле это, как правило, решается на вот ежегодных встречах редколлегии. Может быть, Яков Викторович подскажет непосредственно, как это лучше передать эту информацию, подсказать. Может быть, у вас больше опыта, так сказать, как это деликатно сделать? Ну, конечно, тут, да, это всегда непростой вопрос. В большинстве случаев тех людей, которые интенсивно работают, их оставляют. Но, в общем, да, конечно, какая-то ротация есть. И, в общем, естественная вещь, что надо более молодых приглашать, потому что темы новые, потому что, так сказать, опыт другой. Ну, и по многим другим причинам. Как вывести? В общем-то, это совершенно нормальное дело, чтобы, когда вы кого-то приглашали, вы говорили, что вы приглашаете не до... У вас любовь будет не до гроба. Ну, и, естественная вещь, в общем, когда-то работа кончается, нужно приглашать других, просто надо нормально написать письмо, что в связи с ротацией, и в связи с тем, что, так сказать, мы... нам необходимо приглашать новых людей для обновления журнала, для того, чтобы просто более молодым дать какие-то возможности. Это тоже вполне нормальный вариант. И, в общем, просто, наверное, тоже еще важно закончить тем, что, что называется, мы будем очень рады, если вы будете дальше принимать активно участие в последующих рецензиях, но уже, может быть, не как редактор журнала. Ну, и что, так сказать, благодарим за многие годы работы, сотрудничества, участия и так далее. А, в общем, ну, что, любые разводы, они, наверное, не самые простые, но это как раз, наверное, как раз самые простые, естественно, нормальное дело. Как бы, работа предлагается на определенное время, когда-то это время заканчивается. естественная вещь, ротация, ничего тут такого нет. Конечно, всегда будут какие-то обиды, или, скажем так, они возможны. Даже если они вам не будут высказаны, ну, что, да, с этим вам жить, то же самое, когда вы отклоняете какую-то статью, может быть, на вас кто-то слегка обижается. Но это жизнь, это нормальная вещь, в общем, да, правда, нужно кому-то более молодому давать какие-то возможности и так далее. Большое спасибо. Коллеги, если можно, вот с точки зрения формалиста, мне кажется, что вот накал проблемы такой мог бы снизить такой момент исходный, отправной, что если бы в политике журнала на сайте вот эти вот принципы построения лет коллегии и вклада и так далее были бы описаны детально и возможные вот роли, объем участия и так далее. и это бы подготовило почву для того, чтобы ваши коллеги правильно понимали все процессы происходящие. Да, да, согласен. Будем думать, да, спасибо большое. Можно еще короткое замечание от моей стороны, вот что мне понравилось, как в, в общем-то, в выступлениях всех участников, Татьяны Викторовны, Александра Николаевича и Андрея Михайлова, что, в общем-то, все говорили со, скажем так, со страстью желания. То есть, например, было совершенно однозначно понятно, что Татьяна Викторовна тратит, я не знаю, 50 процентов своего рабочего времени, а может быть и нерабочего, или еще больше, я не знаю, там, Александр Николаевич, потому что это был спешил ишу. Но видно, что человек тратит огромную часть времени на то, чтобы журнал жил, выжил, развивался. То есть, если такой человек есть, да, по всей видимости, он сможет как-то вывести на один или другой уровень свой журнал. Если такого человека нет, который вот готов жить жизнью этого журнала и там, тратить на него кучу времени и сил, то, может быть, это не стоит делать. И еще у меня может быть такое замечание, вот если кто-то хочет быть, войти в состав какой-то редколлегии, спросите себя, а зачем я это хочу? И если это только, так сказать, для признания, а не имея в виду, какое количество работы на это дело будет тратиться, то есть, необходимость будет тратиться, то тоже стоит задуматься, то есть, поставьте первый вопрос, для чего мне это надо, потому что это от меня там, ректор университета требует, или чтобы поднять рейтинг университета, а вот что, собственно, за этим состоит, то и будете вы 10 дней в году тратить на рецензии статей ваших коллег, а может быть и больше. Да, коллеги, я действительно тоже намеренно упустил этот слайд, этот вопрос. Действительно, очень важно понять для себя, зачем, потому что это действительно большая работа, и это должна быть ваша личная заинтересованность в развитии данного направления, то есть, здесь действительно вам нужно для себя ответить на вопрос, готовы ли вы искренне и с такой рвением, так скажем, тратить свое время и развивать это направление, делать свой вклад непосредственно в это, не только ожидая каких-то плюсов от этого исключительно. Андрей, здесь в чате есть вопрос, он немножечко возвращает нас к теме вот языков изданий. Евгения Грунина, журнал «Русистика», подскажите, пожалуйста, насколько справедливым является утверждение о публикации статей только на английском, если речь идет о преподавании русского языка и культуры на русском языке. Ну, то есть это специальные журналы, которые посвящены тому или иному языку не английскому. Ну, этот вопрос, наверное, касается отчасти меня, потому что я высказал, так сказать, взгляд на то, что, конечно, журнал должен быть на английском. Да, я прекрасно понимаю, что, в общем, мой опыт основан только на естественно научных журналах, я ничего не могу говорить о лингвистике, о специальных таких направлениях. Да, и понятно, что, скажем так, русистику нельзя, наверное, развивать на английском языке. Тут ничего не сделаешь, но, по-видимому, такой журнал тоже не станет интернациональным. То есть, просто по своему направлению, да, понятно, если, скажем так, если мы выпускаем журнал Волгоградскую, рек Волгоградской области, что тоже может быть, он узкоспециализирован, пардон, он интернациональным не станет. Я просто как бы привер из какой-то там своей области. Но это другая ниша. То есть, она не может быть, по всей видимости, настолько интернациональной. Тут я, так сказать, такое мнение. Яков Викторович, и да, и нет. Потому что, вот в частности, русистика у нас вошла в скопус, и она принята именно как журнал, делающий вклад в изучение, так сказать, проблем русского языка конкретного. То есть, и причем это не региональный журнал, потому что у них авторы все-таки все шире и шире, география авторов расширяется тоже. Да и, собственно, редакционная коллегия в том числе. Поэтому все-таки тематика, да, тематика имеет значение здесь. Спасибо. С технической точки зрения, на самом деле, вот, например, у наших журналов есть возможность публиковать статьи одновременно на двух языках и быть доступными любой аудитории. Вот еще что. Ольга, Евгения, можно я пару слов добавлю? Да, конечно, конечно. Это очень больной вопрос и для нашего журнала «Лингвистика». Я уже вскользь сказала об этом, что мы и, к большому сожалению, перешли на англоязычное название, потому что Russian General of Linguistics, он Russian, да, но это были свои причины, чтобы собрать все цитирования в одно место. Но что касается языка, то я постоянно повторяю, что мы никогда не откажемся от русского языка и полностью никогда не перейдем на английский. Я это на всех совещаниях говорю, потому что все-таки это мы включаем и русский язык, и русскую лингвистику. И поэтому это действительно иногда совершенно неуместно писать о русском языке на английском языке. Но в то же время я призываю коллег сочетать и русский, и английский язык, потому что есть вопросы, которые можно писать о русистике и на английском языке. Я вот вижу даже по нашим российским авторам, что многие авторы проявляют заинтересованность. Мы все больше получаем, правда, разного качества, но тем не менее статьи от российских лингвистов на английском языке, потому что люди начинают быть заинтересованными в том, чтобы их читали не только в России, но и за рубежом. Поэтому мне кажется, что вот здесь нужна какая-то разумная такая середина. Отказываться от русского языка категорически я против. Но выходить, вот все-таки открывать двери для зарубежного читателя, мне кажется, тоже в какой-то степени нужно. Нужно об этом думать. Спасибо. Не вижу больше вопросов в чате и ладошек поднятых. Пока тоже не вижу. Уважаемые коллеги, пожалуйста, подключайтесь. Ольга Григорьевна, может быть, пять минут на кофе перед следующим сообщением? Если наше встречу. Если вопросов нет. Если вопросов нет, то будем завершать с организационной точки зрения. Я уже запросила и часть презентации получила. Это мы обязательно все разошлем. Запись велась. Мы тут немножко технически помучаемся и ее достанем. И тоже ссылку разошлем. Так что. Большое спасибо, Ольга Григорьевна, то, что организовали, пригласили. Было приятно поучаствовать. Спасибо вам, коллеги. Спасибо. Очень интересно было. Очень интересно.